Вольторен – это нестероидное противоспалительное средство. Вольторен содержит деклофенак натрия, вещество нестероидной структуры, оказывающее выраженное противоспалительное, анальгизирующее и жаропонижающее действие. Основным механизмом действия деклофенака, установленным в условиях эксперимента, считается торможение биосинтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в генезе воспаления, боли и лихорадки. При арифматических заболеваниях противоспалительные и анальгизирующие свойства вольторена обеспечивают клинический эффект, характеризующийся значительным уменьшением выраженности таких проявлений заболеваний, как боль в покое и при движении, утренняя скованность и припухлость суставов, а также улучшением функционального состояния. При посттравматических и послеоперационных воспалительных явлениях вольторен быстро купирует боли, возникающие как в покое, так и в предвижении, уменьшает воспалительный отек и отек послеоперационной раны. Показания. Воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата. Ревматоидный артрит. Ювенильный ревматоидный артрит. Анкилозирующий спондилит. Остеоартроз. Спондилоартриты. Остеоартрит. Заболевания позвоночника, сопровождающиеся болевым синдромом. Ревматические заболевания несуставных мягких тканей. Постравматические и послеоперационные болевые синдромы, сопровождающиеся воспалением и отеком. Гинекологические заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом и воспалением, например, петровичная альгодисминарея, аднексид. Применяется в качестве дополнительного средства при тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваниях уха, горла и носа, протекающих с выраженным болевым синдромом, например, при фарингите, танзелите, отите. Основное лечение заболевания проводят в соответствии с общепринятыми принципами, в том числе с применением и теотропной терапии. Изолированная лихорадка не является показанием к применению препарата. Способ применения и дозы. Применяют внутримышечно. Вольторен вводят путем глубокой инъекции в ягодичную мышцу. Не следует применять инъекции вольторена более двух дней подряд. При необходимости лечение можно продлить вольтореном в форме таблеток или ректальных суппозиториев. При проведении внутримышечной инъекции для того, чтобы избежать повреждения нерва или других тканей, рекомендуется вводить препарат глубоко внутримышечно в верхний и наружный квадрат ягодичной области. Доза обычно составляет 75 мг, содержимое одной ампулы, один раз в сутки. В тяжелых случаях, например, при коликах, в виде исключения могут быть проведены две инъекции по 75 мг с промежутком в несколько часов. Вторая инъекция должна проводиться в противоположную ягодичную область. В качестве альтернативы одну инъекцию препарата в день 75 мг можно комбинировать с приемом других лекарственных форм вольторена, таблетки, ректальные суппозитории. При этом суммарная суточная доза не должна превышать 150 мг. Противопоказания. Язва желудка или кишечника. Анамстические сведения о приступах бронхиальной астмы, крапивнице, остром рините, связанных с применением ацетилсалициловой кислоты или других нестеродных противовоспалительных препаратов, а также любыми препаратами, подавляющими выработку парстагландинов. Нарушение кроветворения. Детский возраст до 14 лет. Повышенная чувствительность диклофенаку и любым другим ингредиентам препарата. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение вольторена при беременности возможно только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Препараты назначают в минимально эффективной дозе. Также, как и в случае применения других инкипитеров, простагландин, синтетазы. Эти рекомендации особенно важны в третьем триместре беременности. Возможно подавление сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода. Применение вольторена в форме раствора для внутримышечного введения при беременности не рекомендуется. При необходимости назначения вольторена в форме раствора для внутримышечного введения в период лактации, следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Особые указания. Во время применения вальторена необходимо тщательное медицинское наблюдение за теми больными, у которых имеются жалобы, указывающие на заболевания желудочно-кишечного тракта, имеющими сведения в анамнезе о язвенном поражении желудка или кишечника, страдающими язвенным колитом или болезнью крона, а также имеющими нарушения функции печени. На фоне применения вальторена в любое время может возникнуть, впервые или повторно, желудочно-кишечное кровотечение или развиться изъявление перфорация желудочно-кишечного тракта, сопровождающейся или не сопровождающейся симптомами-предшественниками. Более серьезные последствия этих осложнений могут отмечаться у пациентов пожилого возраста. В тех редких случаях, когда у пациентов, получающих вальторен, развиваются эти осложнения, препарат должен быть отменен. При первом применении вальторена, так же как и других нестероидных противоспалительных препаратов, в редких случаях могут развиваться аллергические реакции, включая анафилактические, анафилактоидные реакции. Вальторен, благодаря своим фармакодинамическим свойствам, может маскировать проявления инфекционных заболеваний. Вальторен, так же, как и другие нестероидные противоспалительные препараты, может временно ингибировать агрегацию тромбоцитов, поэтому у пациентов с нарушениями гемостаза необходим тщательный контроль соответствующих лабораторных показателей. При длительном применении вальторена, как и других нестероидных противоспалительных препаратов, показан систематический контроль картины периферической крови. Пациентам, у которых на фоне применения вальторена возникает головокружение или другие нарушения со стороны центральной нервной системы, включая нарушение зрения, не следует водить машину или управлять механизмами в период применения препарата. Лекарственное взаимодействие. Вальторен, как и другие нестероидно-противоспалительные препараты, может уменьшать эффект диуретиков, одновременное применение вальторена с калиесберегающими диуретиками может привести к повышению уровня калия в крови. В случае такого сочетания лекарственных свойств данный показатель следует часто контролировать. Одновременное применение вальторена с другими нестероидно-противоспалительными препаратами может повысить риск возникновения побочных эффектов. Хотя в клинических исследованиях не установлено влияние вальторена на действие антикоагулянтов, имеются отдельные сообщения об увеличении риска кровотечения в случаях и совместного применения. Рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, получающими эти препараты одновременно. Вальторен может быть назначен совместно с пероральными гипокликемическими препаратами, и при этом эффективность последних не изменяется. Однако известны отдельные сообщения о развитии в таких случаях, как гипогликемии, так и гипергликемии, что обусловливало необходимость изменения дозы гипокликемических препаратов на фоне применения вальторена. Следует проявлять осторожность при использовании нестероидных противоспалительных препаратов менее чем за 24 часа до применения или после окончания терапии метатриксатом, так как его уровень в крови и, следовательно, токсичность может повышаться. Влияние нестероидных противоспалительных препаратов на активность простагландинов в почках может усиливать нефротоксичность циклоспорина. Побочные действия со стороны пищеварительной системы. Иногда боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, спазмы в животе, диспепсия, метеоризм, анорексия, повышение активности аминотрансфераз в сыворотке крови, редко, желудочно-кишечное кровотечение, рвота кровью, милена, диарея с примесью крови, язвы желудка и кишечника, сопровождающиеся или не сопровождающиеся кровотечением или перфорацией, гепатит, сопровождающийся или не сопровождающийся желтухой, в отдельных случаях автозный стоматит, гласит, повреждение пищевода, расстройства со стороны дистрального отдела толстой кишки, такие как неспецифический геморрагический колит, обострение язвенного колита или болезни крона, запоры, панкреатит, молниеносный гепатит, со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы, иногда головная боль, головокружение, редко, сонливость, в отдельных случаях нарушение чувствительности, включая парастезии, расстройство памяти, дезориентацию, бессонницу, раздражительность, судороги, депрессию, ощущение тревоги, ночные кошмары, тремор, психотические реакции, асептический менингит, со стороны органов чувств, в отдельных случаях нарушение зрения, затуманивание зрения, диплопия, нарушение слуха, шум в ушах, нарушение вкусовых ощущений, со стороны сердечно-сосудистой системы, в отдельных случаях ощущение сердцебиения, боли в груди, повышение артериального давления, усугубление застойной сердечной недостаточности, дерматологические реакции, иногда кожные сыпи, редко, крапивница, в отдельных случаях пулезные высыпания, экзема, многофорная эритема, синдром Стивенса Джонсона, синдром Лайела, острый токсический эпидермальный некролиз, эритродермия, эксфолиативный дерматит, выпадение волос, реакции фоточувствительности, со стороны мочевыделительной системы, редко, отеки, в отдельных случаях острая почечная недостаточность, гематурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, попилярный некроз, со стороны системы кривотворения, в отдельных случаях, тромбоцитопения, ликопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия, агронолоцитоз, реакции повышенной чувствительности, редко, бронхоспазм, системные анафилактические, анафилактоидные реакции, включая гипотензию, в отдельных случаях воскулит, пневмонит, местные реакции, уплотнение, боль, в отдельных случаях абсцессы, некрозы. Перечисленные побочные эффекты наблюдались, в том числе при применении доз препарата и продолжительности лечения, отличающихся от рекомендуемых. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 градусов. Срок годности 2 года.